Поступили экстренные и чрезвычайно важные новости. Речь идет о том, что вчера, в четверг, я не знаю в какое время, Кремль получил предложение мирной сделки с Украиной. Но по существу это предложение мира, которое, обращаю ваше внимание, согласовано с украинским руководством, является ничем иным, как предложением капитуляции Российской Федерации. Это не капитуляция только Кремля, это будет капитуляция страны в целом. Значит, суть предложения следующая. Российские вооруженные силы полностью покидают Украину, включая территорию ДНР и ЛНР, которые, как вы помните, являются уже, ну, якобы являются субъектами Российской Федерации. Второе. Статус Крыма подвешивается на 7 лет. То есть он не обсуждается в течение 7 лет. Но при этом сам полуостров объявляется демилитаризованной зоной, то есть там можно будет иметь, ну, там, скажем, пограничники, полиция, могут иметь только стрелковое оружие. Черноморский флот покидает Крым. На границах России с Украиной и Белоруссией вводится демилитаризованная полоса шириной 100 километров. И в этой полосе не должно быть тяжелых вооружений. Конечно же, не с одной стороны, безусловно. Так будет в договоре. Но вы понимаете, что это правило будет применено исключительно к России. Шесть стран, кстати, дали согласие выступить гарантами этого соглашения. И, наконец, еще одно требование и одно условие. Россия покидает Приднестровье. Имеется в виду российская военная база. И в 2023 году Приднестровье входит, интегрируется в состав Молдавии, а Россия этому обязуется не препятствовать. А что же Украина, спросите вы? А Украина обещает 7 лет не вступать в НАТО. Первая реакция на этот ультиматум со стороны российского эстеблишмента позитивна. Потому что в этом ультиматуме даются гарантии свободы и безопасности этому самому эстеблишменту, включая силовиков. Гарантируется, что против них не будут возбуждены уголовные дела, а против них членовых семей, и они не будут преследоваться. Ничего же более. Поэтому, если и будут те, кто наказаны, то как водится среди стрелочников. А вот этому слою, верхушечному слою, который является проводником, реализатором путинской политики, обещана свобода, безопасность, ну и надо полагать, сохранение хотя бы части активов. Реакция самого президента пока непонятна. Он размышляет. Есть некоторые признаки, по которым мы можем определить с вами, решился он на что-то или нет. Если возобновятся массированные ракетные обстрелы украинской критической инфраструктуры, в первую очередь электростанции, то это означает, что президент не принимает этих условий. То есть это однозначный отказ. Отказ, я бы сказал, делом, а не словом. Если обстрелов нет, то это не означает обязательно готовности принять, но это означает, что размышления продолжаются, и предпринимается попытка получить какое-то дополнительное время для осмысления ситуации, ну и время выиграть в надежде, что, может быть, произойдет какое-то чудо, и что-то изменится. Если президент отказывается от этих условий, который готов принять российский эстеблишмент, то тогда продолжаются военные действия. Но военное поражение Российской Федерации, к сожалению или к счастью, это зависит от вашей точки зрения, ну, я скажу, безоценочно, оно является весьма вероятно. И у Путина есть только один способ отсрочить неминуемое или попытаться сдержать, это ядерная угроза. Но, ввиду вот этих выгодных для эстеблишмента условий, если президент решит отдать приказ об использовании тактического ядерного оружия или того или иного вида оружия массового поражения, возрастают шансы на то, что его приказ будет заблокирован или не будет выполнен, что фактически означает прекращение де-факто президентства Владимира Путина. Если приказы Верховного Главнокомандующего не выполняются, особенно такие приказы, то он более не является Верховным Главнокомандующим. Какое бы стратегическое решение сейчас не принял президент Путин, ему придется уйти. Если Путин примет ультиматум, то ему надо будет уйти в тень впоследствии, чтобы спасти лицо и перевести ответственность на другого человека. Пусть, мол, они подпишут этот позорный договор. При этом, кстати, риск дворцового переворота, вот в этот момент, риск ГКЧП, ГКЧП-2, он возрастает. Ну, если президент примет решение в пользу продолжения военной кампании, надеясь на чудо, то он станет козлом отпущения и неизбежно за ее пройгрыш. То есть, куда ни кинь, все клин. Я хочу сказать, что в любом случае произойдет такой крутой разворот в российской политике, не только международный, а внутренний. Разворот, который будет означать полное, окончательное фиаско 22 лет путинского правления, путинской политики и путинской системы.